Друзья, всем привет! Сегодня я вскрою фильтр, который называется Purflux FC-S477. Говорят, что он двухмикронный. Стрелочки острые. Клапан. Клапан там вроде есть в обратке. Сейчас будем смотреть. Разберем и оценим степень бумаги, какое качество и самого изготовления. Все. Разбираем. Значит, друзья, вскрыли фильтр Purflux FC-S477. Значит, что я там обнаружил? Как обычно, в этих таких фильтрах такой механизм. Пластинка разогревается, закрывается обратно, и трасса идет на магистраль по вот этой вот желтой. То есть, вот. Обнаружил такой элемент. Вот такой вот. Вот такой вот элементик. И что я еще обнаружил? Что элементик имеет... Так будет видно вот сейчас. Наверное, так ярче сейчас сделаем. Такие, как бы, пупырышки такие, дырочки такие имеет. Вот. Я видео делал по разборке фильтра Миле или Майле. Видите, такие пупырышки такие? Это... Ну, тут, во-первых, что я хотел сказать. Тут отдельно, опять-таки, подача идет отдельно. Через такую вот резинку. Такая вот резиночка вот такая. Она одевается вот сюда. То есть, обратка у нас сливается только лишь, когда нагревается. Не нагретая солярка льется. Вот. А подача заливается у нас... Ну, подается, короче, сюда тоже в этот элемент. Но уже подача, которая на насос, вот эта красненькая вот эта вот центральная, она только идет вот из этой дырочки. То есть, это уже плюс. Потому что в китайских идут три вот эти вот дырочки. Они все в одном пространстве здесь. В одном пространстве. И это уже стрёмно. Потому что, ну, то есть, не чистая солярка, кому-то упасть на топливную аппаратуру, ее просто убьет. Это в дешевых фильтрах. Но! Я там ссылку сделаю под видео. Я вам хочу сказать, что фильтр Delphi, он лучше всех, из которых я разбирал. Он самый крутой был. Тут элемент, я думаю, что он не двухмикронный. Я думаю, здесь пяти. Хотя тот, кто как бы, ну, может доказать мне обратное, пускай мне в комментариях напишет, почему так. То есть, ну, я считаю, что фильтр пятимикронный. Он не мелкий. Вот. Хотя по французам, он идет, французы, в принципе, в основном Delphi. На французские машины он идет, по оригинальному ВИН-коду. И, как бы, я почему-то даю сомнение, что здесь пятьмикронный. Я думаю, это пятимикронный фильтр. Вот. И он, как бы, на Delphi, на аппаратуру не пойдет. На нее пойдет только фильтр. Либо MAN, либо Delphi, из моего опыта. Вот. Так что, подумайте. Сейчас я еще разрежу элемент сам. И мы посмотрим, какая внутри бумага. И тогда мы уже примем решение, что у нас будет за бумага внутри. Потому что в Delphi такое, как вата. Такая, как она, как толстая такая. А здесь тонюсенькая, маленькая. Ну, как бы, не знаю. То есть, я сомневаюсь, что пятимикронный фильтр. Ну, сейчас разрежем элемент и посмотрим, что внутри. Значит, и так, друзья. Вот наш фильтр. Что скажу. То есть, бумага, которая здесь, она состоит из двух частей. А часть, которая уже на выходе, она вот такая вот, с такими пупырышками. Видите? А часть, которая на входе изнутри, она вот такая вот. Как бумага. Ну, в принципе, сделано все хорошо. Опять-таки, я нашел трубку. Которая вот трубка. Это подача на, как я уже говорил, на красную, на насос. Резинку я уже говорил. Механизм закрывания обратки с шариком. Тоже говорил. Там у нас внутри. Так, это слишком ярко. Вот так вот. Там у нас внутри. В принципе, чисто все. Вот. Ну, вот такая вот бумага тут. Видите? Довольно-таки, хочу сказать, она очень плотная. То есть, она нехилая такая. Можно сказать, что даже, возможно, я и каюсь, что сказала, что не двухмикронная. Но! Я скажу, что у Delphi все-таки круче фильтр. Круче элемент. Намного... Сама вот эта вот бумаженция, вот эта вот, она намного, можно сказать, мощнее. Такая вата, как вата. Тут же просто картон. То есть, ну, как бы сделано тоже. Ну, неплохо сделано. Неплохо. Но, в то же время, в то же время, дешевле, чем в Delphi. Дешевле, чем в Mania, потому что в Mania стоит элемент Delphi. То же самое. Вот. И еще у нас фильтр из опыта двухмикронный у нас. Хэнкс, Хэнкс. Ну, он Хэнкс где-то ближе к такому вот. Курфлюксу. Вот. Итак, вывод. Вывод. Дорогие французы, вы молодцы, конечно. Хорошие фильтра делаете. Но! Для топливной аппаратуры Delphi. Рекомендую элемент только Delphi. Только Delphi фильтр. Он является, из всех, которые я разбирал, фильтра, самым мощным является это Delphi. Потому что, повторяю, у него там такой картон, как вата такой, мягенький такой, но он такой настолько грубый, грубее, чем это. Как бы не грубее, а такой он как нежнее, но в то же время такой плотный, плотный, мощный такой, понимаете? А здесь просто как бы обычная вот такая вот бумажечка. То есть бумажечка. С одной стороны пупыришки, с другой стороны нет пупыришков. Так что рекомендую все-таки на Ford Mondeo, Ford Focus, Renault Kengo покупать транзиты в том числе, покупать TDCI. То, что идет на TDCI. Ни в коем случае не покупать на TDCI, а ставить только на TDCI, которые идут. TDCI фильтра. И у вас не будет никогда беды. Ну и вовремя меняйте. Смотрите, регламент такие по машинам и меняйте. Вот, но опять-таки смотрите на наше топливо. То есть регламенты, думаю, что нужно их резать в полтора раза. Хотя бы, потому что этот фильтр, кстати, прошел где-то тысячи, тысячи, полторы. И, кстати, тут та же, повторюсь, тут спайка есть, вот та же самая, как была в Делфи. Кто-то смотрел предыдущие ролики, тут тоже спаечка такая, спаивает элемент. И там внутри я нашел на дне стружку. Стружку погнал насос. То есть, так что я думаю, что этому парню замена насоса, само собой, или комплект насоса, форсунки, само собой. И фильтры заменить на Делфи обязательно. Потому что у него такой вот до ремонта стоял вот такой вот фильтр у него, Пурфлюкс. Так что всем удачи, ребят, подписывайтесь на канал. Много деталей я вам показал. Ну, думаю, кому-то, кто-то более детально, ему эти детали пригодятся. А тот, кто поверхностно, ему пригодится там пару минут этого ролика. Вот, вот так вот. Вот такой вот фильтрец. Итак, у нас был в гостях Пурфлюкс FCS 477, производство Франция. Всем благословений. Ни гвоздя, ни жезла. Соблюдайте правила дорожного движения. Молитесь перед дорогой. И все будет добре. С Богом. До губачния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова